Виталий Хеми Виталий Хеми Виталий Хеми Виталий Хеми Виталий Хеми В сессии этот вопрос выносился, если мне память не изменяет, 52-м вопросом, он выносился на сессию, чтобы объединить эти два госпиталя, с Белинского перенести на 15-ю фонтан, таким образом освободить это здание госпитальное для дальнейшей, насколько я понимаю, оно становится ненужным областному совету для продажи каким-то коммерческим структурам. Достаточно, я понимаю, что одесситы должны знать, где это находится здание, здесь очень лакомый такой кусочек и совсем не дешевый. Слава Богу, хватило ума мы этот вопрос отстаивали на двух комиссиях, по здравоохранению и по имущественным вопросам. На обеих комиссиях мы постарались этот вопрос сбить, скажем так, таким сленгом. И нам понимали люди, что это действительно не так все просто, поддержки практически ни у кого не было, только там провластных сил. И эти обе комиссии сделали заключение, чтобы этот вопрос не выносить на сессию. Но, тем не менее, на сессионное утро этот вопрос еще был в повестке дня. И когда на 10 утра мы получили новые повестки дня, этого вопроса не было. Слава Богу, еще раз повторю и спасибо тем людям, которые отстаивали эти интересы, этот вопрос сняли с повестки дня. И на сегодняшний день объединения этих госпиталей не будет. Они будут функционировать в прежнем режиме, будут обслуживать наших участников боевых действий, как Великой Отечественной войне, Афганистана, нынешнего АТО и так дальше. Люди были совершенно, еще раз повторюсь, разные. Они говорили, что это их единственный такой уголок, где они могут находиться, где они могут подлечиться, где к ним действительно с уважением относятся, уделяют внимание, и они могут действительно поправить здоровье. Я так, насколько я понимаю, этот вопрос, ну, так совсем не снят. Да, вот хотел как раз уточнить, есть ли вероятность, что к ним вернуться. Если они не снят, я понимаю, что на такой лакомый кусок всегда найдется человек, который захочет его оторвать. И я так думаю, что они будут проносить этот вопрос и дальше, 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 дальше проводить. Мы будем следить за этим событиями. Однозначно не просто следить, будем участвовать и будем делать все возможное, чтобы этого не произошло. Чтобы наши ветераны достойно могли поправить свое здоровье, подлечиться, ну, пройти хотя бы профилактически, если такая будет возможность, какие-то меры провести. Оживленные дискуссии в областном совете уже в самом зале заседаний вызвало возможность изменения регламента работы этого органа. К чему пришли депутаты или наоборот все-таки ни к чему не пришли, а все осталось, как оно и было? Я хочу напомнить, что это была 13-я сессия наша. По итогам 12-ти сессий мы пришли, скажем, к такому выводу уже окончательному о том, что регламент необходимо менять. Мы, в принципе, раньше неоднократно вносили правки в регламент, рассматривали, скажем, правки на профильной нашей комиссии. Я возглавляю комиссию по регламенту, профильную комиссию. И в этот раз мы подготовили регламент, в который вошло более 35 правок. И, по сути, мы предложили новую редакцию регламента. В основном большое количество изменений касалось это приведения регламента в законы русла. И некоторые, скажем, принципиальные правки, они касались как раз тех действий, тех ошибок, скажем, то, что происходило на 13-ти сессии, на той сессии, когда, собственно говоря, изменения в регламенте не были приняты. А именно это бесконечное переголосование по одному и тому же вопросу. Это такой наболевший вопрос, на каждой сессии мы видим. И если вспомнить, по каким именно вопросам были переголосования, как раз мы видим, что это вопросы, за которые, скажем, с таким темным прошлым эти вопросы, по базе отдыха педагог неоднократно ставились, и вот по подобным вопросам. На этой сессии мы видели также, у нас был целый ряд вопросов, по которым много раз ставилось на переголосование, на возврат голосования. Нами предлагалось внести правку ограничить возможность к возврату переголосования до двух раз. Мы считаем это вполне логично, что когда люди по каким-то причинам, по техническим, возможно, не смогли проголосовать один раз, то можно поставить на переголосование, если зал согласен. Здесь существует, чтобы всем зрителям было коротко понятно, в чем причина. Дело в том, что возврат к голосованию – это процедурный вопрос, и для того, чтобы вернуться к вопросу, достаточно половины от количества депутатов, находящихся в зале. То есть, к примеру, если 60 депутатов, достаточно 31 голос для того, чтобы вернуться. А принять решение, надо половина общего числа депутатов от 84. То есть, происходит такая коллизия, когда можно до бесконечности ставить на переголосование, допустим, 30 голосов на переголосование хватает, а до принятия не хватает. И таким образом фактически блокируется работа. Я, конечно, приношу большое извинение перед теми людьми, которые вынуждены были 14 часов ждать рассмотрения вопроса по их назначению. Это просто нельзя допускать в будущем. А в это время бесконечное количество раз ставились вопросы на переголосование. Приняли изменения в регламенте? Изменения в регламенте не принято. На самом деле, это для меня было большой неожиданностью, потому что мы готовились к этому вопросу достаточно серьезно совместно с юридическим департаментом, совместно на комиссии со всеми депутатами. Много депутатов из других фракций подключались к этой работе. И все, в принципе, понимали, что изменения были согласованы. Мы и с руководителем областного совета встречались, проговаривали спорные моменты. Многие из них, которые были сняты, на время посмотреть, как будет. Потому что такое большое количество правок, действительно, для того, чтобы определиться, насколько они эффективны. Сняли большое количество по просьбе руководителя областного совета. Остались у нас буквально два момента. Это, опять-таки, вопрос по количеству ограничений на переголосование. И ограничения по вносу проектов решений. Мы предлагали все-таки, чтобы проекты решения могли вноситься в экстренных ситуациях за три дня. Руководитель света настаивал на одном дне. Но мы видели, как на позапрошлой сессии у нас получилось, что у нас пять или шесть проектов решения появились за ночь с двух до трех, пяти утра. Перед голосованием у нас появилось пять или шесть проектов решений в повестке дня. Это не очень удобно депутата. Это абсолютно непонятно, каким образом можно за них голосовать. В самом начале коллега из другой фракции выступил и сказал о том, что 85 вопросов в повестке дня. Мы не можем физически рассмотреть их за один день. У нас на один вопрос, по его расчетам, выходило около трех или пяти минут для рассмотрения. Невозможно за три минуты разобраться и проголосовать. После не поддержали это предложение. Решили проводить в один день. Он, кстати, встал и ушел в зало сразу, потому что я в таких условиях. Депутат Валентин Бушейха, да. Да. И мы действительно увидели. Это, наверное, была спланированная акция, что депутатов довели до такого состояния, когда они уже и путали депутата от фракции «Доверяя делам» при записи записался от соседнего пульта. Перепутал пульты. Были случаи, когда депутаты и путали уже кнопки. Ну, поймите, после 12 часов, когда за день ты выпил шесть чашек кофе и съел три печенья, это уже действительно очень тяжело находиться в зале, а тем более принимать решения. Ставились вопросы на переголосование, люди путались, непонятно, один раз голосовали за, один раз против. Несколько раз система давала сбои, люди записывались на голосование, а в системе их не было, им не давали слова. Даже Урбанский, Анатолий Игоревич, проголосовал и сказал о том, что он голосовал за, система посчитала голос его против. Надо разобраться с самой системой. У меня, допустим, есть подозрение, что, возможно, кто-то этим манипулирует нашими голосами. Я думаю, что мы в ближайшее время выступим с инициативой о проведении проверки этой независимой экспертизы системы и убедиться в том, что она работает действительно правильно. Потому что так не может быть. Если люди не выдерживают, то система должна работать в круглосуточном режиме, наверное, и правильно. Она не должна уставать. Ну, тем не менее, были еще другие важные вопросы, которые также ваши коллеги рассматривали. Вопрос социального блока, я скажу так, касающийся медицины. Вадим, если так поправьте меня, пожалуйста, основные вопросы, которые мы можем... Да, достаточно много было вопросов на эту сессию. Вынесено медицинских и социальных вопросов, в том числе и кадровых, о том, чем говорил мой коллега Виктор Владимирович. И мы предлагали с голоса, чтобы передвинуть эти вопросы первыми, дабы отпустить тех людей, которые находились на сессии, присутствовали, ждали своих кадровых вопросов и так дальше. Голос нас, к сожалению, не был услышан, и это неправильно. Мы будем настаивать на следующих сессиях, чтобы такие вопросы кадровые были только первыми номерами, дабы не держать людей. Они действительно сидели до 11 часов ночи, люди также с нами находились в зале. Кому-то нравилось, для кого-то это был такой экстрим, первый раз такое увидели. Кому-то не нравилось, кому-то хотелось заниматься своими делами и так дальше. Но, тем не менее, такие вопросы были, и достаточно их было много. Я остановлюсь кратко, вот с 39 по 48 вопрос, если кто-то отслеживал нашу сессию, где нас там пытаются упрекнуть в том, что мы там медицинскую реформу и так дальше поддерживаем. Я еще раз хочу повторить и сказать всем телезрителям и всем жителям в Детской области, что в таком виде медицинскую реформу мы не поддерживали, не поддерживаем и не будем поддерживать. Потому что считаем, что это губительно для страны, губительно для людей и в том числе для медицины в целом. Я не буду останавливаться на тех вопросах, которые вообще государственные. Я думаю, что все люди следят за такими вот именно социальными вопросами, потому что они волнуют всех нас. Мы живем в этой стране, живут наши дети, наши внуки. Мы хотели бы здесь и жить, лечиться, учиться. К сожалению или к счастью, я не знаю, мы не можем себе позволить, нам пишут, что вы прилечитесь и ездите. Возьмите, пожалуйста, я обращаюсь всем, кто недобросовестно этим манипулирует. Возьмите мой загранпастор, я вам покажу, куда я выезжал и когда. Последние два года я выезжал за пределы области и не более того. Это один вопрос. Второй вопрос, то, что нас упрекает. Я специально с собой взял вот по этим вопросам проекты решения. Дабы не манипулировать всеми телезрителями, я вам показываю изменения в медицинских вопросах. Вот то, что красным выделено, вот это изменения в этих вопросах. Уважаемые телезрители, обратите внимание. Что мы добавили в этих вопросах? В этих медицинских вопросах мы просто добавили старшего инспектора с кадрю коммунальной установы, до головного бухгалтера коммунальной установы. Это по всем учреждениям, по тем 11 вопросам, которые мы принимали. Почему мы поддержали этот вопрос? Я отвечу. Потому что на сегодняшний день эти учреждения без этих сотрудников, они практически заблокированы. Они не могут не пойти ни в коммунальные предприятия, ни в коммунальную установу. Они повисли между небом и землей. Такими простыми словами. Поэтому мы их поддержали. Другие вопросы, которые выносятся и будут выноситься по медицинской реформе, если они не продуманы, если они идут на ущемление жителей области, сотрудников медицинских учреждений. Мы их не поддерживали, не поддерживаем, еще раз повторюсь, и будем делать все возможное, чтобы они в нас в области не прошли. Точнее, еще вопрос есть к вашему коллеге. Насколько я помню, знаю, вы представляете Белгород-Днестровский район. Как там реагируют на возможные изменения, которые несет медицинская реформа? Общались ли вы с коллективами больниц, поликлиник? Есть ли там какие-то, может быть, опасения? Знаете, опасения, конечно, есть. Больше не опасения, они нет понимания ситуации в целом. То есть, на самом деле, даже те сотрудники, медработники, которые на сегодняшний день активно работают, информация поступает с разных источников, и информация разная. Наша политическая сила в Верховной Раде заявила о том, что мы не будем поддерживать реформу здравоохранения в том виде. И мы последовательно приняли и на областном уровне фракционное решение не поддерживать данную реформу. Что мы и сделали. Некоторые коллеги, я читал в интернете, сейчас, наверное, не проверял, вроде как некоторые коллеги в одном из голосований проголосовали за, кто-то против. Но я думаю, что это, опять-таки, манипуляция системы, или, возможно, действительно, кто-то от усталости уже там не понял, за что голосует. Вот я просто хотел бы показать вот этот вот, тот лист, чем я сидел на сессии, да, с повестка дня. Тут вопросы менялись местами, их переносили, один вопрос другой, кто-то выходил, заходил, действительно, люди просто могли ошибиться. И вообще, в целом, я хочу заметить, что у нас в каждой сессии все хуже и хуже подготовлен пленарное заседание. То есть я считаю, что руководство в корне не справляется со своей работой. У нас не прошел, не был рассмотрен должным образом отчет по управлению Майна. Заблев руководитель, пришел у заместителя. Все прекрасно знали, что вопрос не к заместителю, вопрос к руководителю. Но на первый вопрос, который я задал, он ответил, понятия не имею. Ну зачем же ты тогда вообще выходишь к трибуни, если ты понятия не имеешь, как отвечать на те вопросы. Руководитель за него тоже, я имею в виду, Донатур Ильич, не ответил. Я, честно говоря, после одного из количества просто проекта решения, просто хочу, чтобы телезрители поняли, вот это вот предлагаю принять за один день, вот это рассмотреть и разобраться и принять. Возмущений по организации очень много. После одного из перерывов ко мне уже подошли депутаты, кстати, не из нашей фракции. Предложили подписать лист о созыве неочередной сессии вынесения недоверия голове областного совета. Я подписал этот лист. Я подписал его из-за того, что я не вижу, что голова областного совета предпринимает какие-либо шаги для того, чтобы работу урегулировать и для того, чтобы работа была более эффективна. И на мой взгляд, это отразилось буквально на втором вопросе, который мы рассматривали, когда было голосование по регламенту, когда департамент юридический, который входит в его подчинение, абсолютно согласен со всеми изменениями. До сессии Антолий Ильич сам за столом сидел и был на комиссии. Поддерживал и благодарил за работу, за те изменения. А как дошло вопрос до голосования, его фракция, и он тоже этого не поддержал. Значит, нет у него желания выстраивать работу в нормальном законном русе. То есть в темной водичке, как говорится, легче все делать. Я думаю, что если следующая сессия будет подготовлена таким же образом, то через нее точно будет неочередная. Мне, насколько известно, уже более 15 подписей есть. Еще одна сессия, и будет там больше 30 подписей, и будем рассматривать тогда уже вопросы недоверие. А к сожалению, время наше эфире подходит к концу. Я думаю, что сессия, которая была в пятницу, еще долго будет обсуждаться, поскольку она вошла в историю нашего региона так точно. Вадим, Виктор, я благодарен вам за то, что сообщили последнюю важную информацию. Оставайтесь на репортере, берегите себя. С вами был Виталий Хемий, до встречи в эфире.